Солнце Главное – комфорт ношения. Не стесняйтесь перемирить много моделей, чтобы подобрать подходящую именно вам. Выбирайте оправы, которые по ширине соответствуют лицу. Края оправы должны немного выступать за его границы, чтобы заушники не оказывали давление на голову. Актуальны по-прежнему формы стилей 60-70-х годов. Это массивный пластик. Также в форме бабочек очки очень популярны. И неизменная форма авиатор. Она очень давно пользуется спросом и также в этом сезоне продолжает быть популярной. То есть очки на пол лица до сих пор модные? Зеркальные покрытия и градиентное окрашивание очковых линз тоже остаются в моде. Чтобы убедиться в том, что линзы обеспечивают стопроцентную защиту от ультрафиолетовых излучений, попросите продавца проверить выбранные очки на специальном аппарате. Сегодня в магазинах представлены очки от эконом-класса до класса люкс. От 2000 и выше, в принципе, очки все хорошие, хорошего качества. Просто какие-то более бюджетные, какие-то более дорогие, брендовые, в единственном экземпляре. Если вы любитель активного отдыха, вам подойдет вот такая спортивная модель. В таких очках за счет их формы будет комфортно и велосипедистам, и бегунам. Но вот отдать за них придется не менее 5000 рублей. Очки, конечно, нужно убирать в футляр, протирать салфеткой, салфетку стирать по мере загрязнения, чтобы очки никаким абразивным воздействием не подвергались. Не стоит забывать, что детские глазки тоже нуждаются в защите. Солнцезащитные очки являются еще и своеобразным барьером, который защищает глаза ребенка от грязи и пыли. По мнению педиатров, очки можно использовать с трех лет.